МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие друзья! Меня напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Я рад всех видеть на нашем очередном вебинаре. Мы с Владимиром Масловым, несмотря ни на что, проводим два раза в месяц. То есть одну неделю он, другую я. И сегодня я хотел бы с вами поделиться своим видением и ощущением. Вы прекрасно понимаете, что я использую несколько другие аргументы при разговоре с потенциальными инвесторами. И также сейчас мы будем применять эти аргументы в нарабатываемой, создаваемой базе аргументов SkyWorld Community. И каждый из вас эту базу рано или поздно обязательно получит, потому что мы готовимся сейчас уже к повышению чека и к росту объема наших сделок. И действительно соответствие, серьезность намерений UnitSkyStream Technologies. То есть UnitSkyStream Technologies на сегодняшний день замечательно. И исполняя все обещания, все планы с опережением, при недостаточном финансировании, все это реализует. Мы, как SkyWorld Community, просто обязаны следовать в ногу и обучаться продавать на более высокие чеки. На самом деле эта тема интересует многих. И мы с Натальей, кстати, поставьте плюсики, кто был на нашем прошлом мастер-классе. 1 июля прошел первый мастер-класс по продажам. И Наталья рассказывала, какие ошибки не нужно допускать ни в коем случае, приводя аргументацию именно касаемо нашего продукта. Поставьте плюсики, кто был на этом мастер-классе. И завтра также пройдет следующая часть этого мастер-класса. И это, так скажем, пре-пре-пре-анонс той системы, которую мы разрабатываем по обучению и адаптации любого партнера в SkyWorld Community. Потому что мы, как SkyWorld Community, намерены работать долгие годы и модернизировать нашу систему быстрого ввода в курс дела партнера. И все мы с вами прекрасно понимаем, что 25 июня несколько изменились условия. И уже 14.2. Кто бы мог подумать, к примеру, 4 года назад, что мы достигнем таких уровней развития. Но мы это сделали. И я думаю, что 14.3 никто не знает конкретную дату. А может быть, даже смена сразу на 15 этап не заставит себя ждать. Но вы прекрасно понимаете, по моему стилю донесения информации, я даже предположение не буду делать по поводу конкретной даты, но по моим ощущениям, по именно аналитике развития проекта, росту привлечения инвестиций. Но при сохраняющемся недостаточном финансировании в общем векторе развития технологии UNSkyStream Technologies это может произойти достаточно быстро. И я хотел бы немножко сказать вам свое видение, почему на информационных полях как интернета, так и сейчас объявления на социальных сетях фондов было сделано по поводу запуска токена SWC для программы Smart Vault, который был анонсирован. И давайте немножко подумаем и поразмыслим вообще, что такое Smart Vault. Мы неоднократно слышали от Анатолия Эдуардовича такую программу, как Эко-Мир, но так как необходимо действовать и показывать, позиционироваться в рамках международного маркетинга и продвижения, то подобная программа была описана как Smart Vault. То есть это логика на десятилетия вперед. И многие задают вопрос, зачем мы сейчас выстраиваем структуру взаимосвязей наших команд, образовываем бизнес в тех или иных странах, если после 15 этапа может все завершиться. Нет, все абсолютно не завершится и продолжится. И как раз, на мой взгляд, это личное мое мнение по поводу того, почему сейчас раньше времени даже показывают готовящийся к запуску именно активы security направления. И я хотел бы немножко внести ясность, что такое SVG-токен, и кто-то из вас его приобретал. SVG-токен – это токен, который будет применяться, именно применяться в виде конкретных функций в реальных коммерческих адресных проектах. То есть это utility-токен, если говорить на языке криптомира. И, конечно же, он не может появиться. Можно запустить в теории его на тестовых участках, в Подминском, в Шарже, но рынка-то не будет. То есть это будут также тестовые испытания SVG-токена. Поэтому SVG-токен будет запущен, на мой взгляд, уже при запуске первого коммерческого проекта. И это, можно сказать, те, кто приобретал его, сделали подобное решение. Это приобретение с большим дисконтом опциона на использование функций адресного коммерческого проекта. Например, перевозка. Например, перемещение контейнера. И достаточно немало примеров было описано в белой бумаге. То есть поставьте плюсики, кто понял, что такое SVG-токен, чтобы мы с вами понимали немножко различия security направления и utility направления. И, конечно же, компания не пойдет по тому сценарию развития, когда utility токен будет выпускаться, будет совершаться спекуляция. Всем прекрасен процесс маркет-мейкинга, всем прекрасен процесс возможности накачки ботами и договоренности с биржами, чтобы был взлет, падение актива на этом, кто-то заработал, привлеклись трейдеры, интересы, инфлюенсеры. И, в общем, начал возникать хайп. Но представьте, что конкретного коммерческого проекта сейчас нет. И как хайп быстро возникнет, и так делают многие криптопроекты, поверьте мне на слово, я глубоко в этой индустрии нахожусь, и хайп проходит, и цена также начинает стремиться вниз. И многие команды даже закрываются, потому что активы, если они держат до сих пор в токенах, а токен обесценивается, то команда мне на что развиваться. Поэтому SVG токен будет, на мой взгляд, применяться уже в конкретных адресных проектах. И все, я думаю, прочитали по поводу запуска токена SWC. И SWC – это уже security токен, который является цифровым активом и будет использоваться для реализации комплексной, большой программы Smart Vault. И Smart Vault – это и научно-исследовательские работы для совершенствования струнного транспорта, и производство беспилотного транспорта, и строительство объектов инфраструктуры, и экологически энергоэффективные проекты. Смотри, вот как направление ГУМУСа и другие разработки от Unisky Stream Technologies с Анатолием Эдуардовичем – это разработка и внедрение компонентов искусственного интеллекта. Я думаю, что на следующих вебинарах я охвачу эту тему, потому что многие, к сожалению, недопонимают вообще потенциал разработки направления искусственного интеллекта, облачных решений, обработки данных. А это ранее были некие экспериментальные отделы. Поставьте, кстати, плюсики, кто работал на производственном предприятии. Я вот работал давно-давно, когда еще был в наемном труде, на одном производственном предприятии, там были экспериментальные отделы, то есть там совершались экспериментальные разработки. И вот искусственный интеллект, облачное хранение данных и создание технологии обработки больших данных как раз в виде эксперимента разрабатывались с расчетом этого дальновидной стратегии и Анатолия Эдуардовича, и Unisky Stream Technologies, что это понадобится в транспорте. И, конечно же, это понадобилось в транспорте, потому что транспорт – это фактически искусственный интеллект, это беспилотник, это робот, это андроид. Много можно терминологии привести. И это нам на руку на самом деле, как партнерам, которые финансируют данную технологию, потому что сейчас большой тренд искусственного интеллекта. И, может быть, какие-то направления на определенные коммерческие рынки будут выведены. То есть я думаю, что не исключаю, что компания смотрит, наблюдает и изучает рынки при IPO. Сейчас вот огромный хайп пошел и на территории Российской Федерации. Поставьте комментарии в YouTube, либо под этим видео, когда вы будете смотреть, что думают иностранцы. Потому что я вижу большой действительно интерес к технологиям и компаниям, которые выводятся через процедуру при IPO. И это огромный венчур. И многие компании на при IPO выводятся, которые не имеют даже работающего MVP, минимального рабочего прототипа. Здесь фактически более шести трасс созданы на одной территории. Вторая трасса уже строится на другой территории, жарком климате, Шарже. Более десяти подвижных составов испытано, но многие сертифицированы. И не исключено, что эта процедура поможет. Так как проект большой, то, конечно же, используются все возможности для и популяризации технологии, и ввода потенциального инвестора в информационное поле, которое ему комфортно. Поэтому те, кто занимается криптой, им, конечно же, будет комфортно войти через utility токен. Но это будет несколько позже. И те, кто приобрели ранее, на самом деле с огромным дисконтом приобрели. Представьте, приобретайте билеты даже на запуск фуникулера в каком-нибудь туристическом направлении с дисконтом, ну, к примеру, там 20-30-50%. А потом фуникулер заработал, постоянный пассажиропоток. И фактически это прибыль, прибыль, прибыль для тех, кто приобрел по ранним условиям билеты. Это вот такая аналогия, сравнение по utility токенам. То есть, на самом деле, ценность этому будет достаточно большая, когда адресные проекты запустятся. И вернемся к security направлению. Вот те, кто разбирается в utility токенах и вращается в этой индустрии, трейдеры, инфлюенсеры, то есть те, кто лидеры мнений, просто обычные инвесторы, которых 90% вообще всей криптоиндустрии, им понятно, как ожидать развития проекта, зачем наблюдать, что анализировать, на каких биржах искать. Но есть еще security направление. И security направление – это большие equity, так скажем, инвесторы. То есть инвесторы, которые совершают финансирование в активы, в большие активы. Что касается недвижимости, что касается объектов инфраструктуры, строительства, на самом деле оцифровывается уже в виде security активов на разных блокчейнах, как Tezos, так и множество других блокчейнов объекты. И люди инвестируют, но это другая категория инвесторов. Поэтому фактически сейчас произошла подготовка, и как Анатолий Эдуардович всегда обещал и говорил, что все самое привлекательное будет, естественно, для партнеров фондов. И поэтому в utility направление можно было инвестировать первыми в партнерам фондов. Сейчас готовится security направление. Я могу сказать, что активная сейчас стадия происходит именно синхронизации, для того, чтобы через специальные ключи передавались данные. Вот security направление, чтобы вы понимали, это в десятки раз более сложная, более серьезная система, чем верификация в наших личных кабинетах. Так как мы не являемся никакой ни пирамидой, ни хайпом, и нет цели собирать деньги просто так, то верификация как у серьезного финансового продукта. Так вот, при инвестициях в security направление верификация еще более сложная. Еще более серьезная проверка той личности, которая совершает инвестицию, пути, откуда пришли средства, и многое-многое другое. Но фактически security направление, да, это аналог цифровой, аналог актива. И здесь было объяснено при анонсе запуска токена, многие не поняли, я сейчас постараюсь простым языком объяснить, что держатели токенов SWC становятся партнерами в SWC General LP. То есть это ограниченное партнерство, генеральное ограниченное партнерство. И входят партнерами в генеральное партнерство. То есть это юридическая форма, это международная, понятная, крупным инвесторам и в среднем относительно юридическая форма. И фактически эта оболочка была сделана для тех, кто в security направление инвестирует. Для того, чтобы им показать на понятном языке, что и в security направление, и через security направление можно инвестировать в технологию Unisky Stream Technologies, и более того, участвовать в развитии комплексной большой программы Smart Vault, которая продолжит свое развитие уже и после 15 этапа. То есть разобрались, это юридическая форма, это не какая-то непонятная новая компания, это компания, которая была создана в качестве одного из элементов юридической оболочки именно в security направлении. И генеральным партнером SWC General OP является автор струнного транспорта Анатолий Unisky. И это же мы с вами, в принципе, проходили в 2015, когда Анатолий Эдуардович сказал и произнес ряд обещаний по поводу того, что сейчас реализуется. То есть фактически он является главным человеком, генеральным партнером в SWC General Limited Partnership и гарантом также, что все будет в качестве именно этичности и даже этичности использования юридической оболочки на высшем уровне. То есть здесь вопрос также доверия. И также было сказано, что взаимодействие от токена SWC, токена SBG, который был запущен в 2019 году, как я сказал, для применения будущих адресных проектов, предполагается, но подробнее об этом будет сообщено после запуска security токена SWC. Объясняю, почему. Почему нельзя было в этой фразе далее написать? Потому что security направление очень зарегулировано. И это более серьезные юридические регуляции, возможные санкции, если неправильно что-то сделать. Поэтому если с точки зрения юридического момента можно будет как-то делать взаимозаменяемость SWG токена и SWC токена, то, конечно же, это будет осуществлено. Но только если это будет возможно в качестве абсолютно правильного, корректного, законного в первую очередь юридического инструмента, который следует всем необходимым юридическим регуляциям, общемировым и тех стран, где будет использоваться данный security токен в качестве инвестиции. То есть это настолько серьезный процесс, что здесь нужно даже думать, что ты пишешь в анонсе, потому что потом, когда, к примеру, прошел год, полтора, закрыли этапы финансирования security направления, и если что-то вдруг будет сделано неправильно, некорректно, не дай бог в чем-то ошибутся юристы, то будут рыть под самое дно, так скажем. С самого начала достанут все анонсы, все оповещения, и именно по этой причине, естественно, Unisky Stream Technologies на своих ресурсах это не объясняет и не объявляет, потому что, знаете, это разные миры просто. Криптомир utility токенов, криптомир security токенов, инвесторы в адресные проекты, девелоперы адресных проектов, это все разные миры. И вот сайт Unisky Stream Technologies, он сейчас рассчитан в первую очередь на лидогенерацию и получение новых контрактов по адресным проектам, по коммерческим адресным проектам. Поэтому там нет упоминания. Я думаю, что как только запустятся информационные ресурсы об СВС, какие-либо социальные сети и мессенджеры, каналы, то там всю информацию можно будет черпать абсолютно просто. И еще сказано, что инвесторы, как RSV, так и ASWC, как именно партнеры фондов, всегда будут иметь приоритет. Вот я уже добавляю, что не просто получат информацию, а они получат возможность приобрести первыми токены в своих личных кабинетах. Никто не запрещает на самом деле инвестировать, как только будет запущена платформа СВС сайтов, то есть ряд сайтов появился, и статья на NASDAQ появилась. Это все имеет отношение к реальной действительности, то есть это не какие-то очередные мошенники, кто пользуется именем. Нет, это проработка маркетинговой программы. Просто скрыть-то в интернете ничего нельзя, и от нас как партнеров тем более нельзя, потому что мы роем очень глубоко. Поэтому, конечно же, все об этом сразу же и узнали. И никто не запрещает инвестировать напрямую в платформу, но именно структурные взаимосвязи команд будут соблюдены только при работе внутри фонда. Ну и, соответственно, какие-то условия также будут озвучены для фондов, так как мы с вами всегда являемся ранними инвесторами. На самом деле это огромный приоритет вообще стать участником и сподвижником технологии даже на небольшую сумму, потому что вы сразу обретаете некий такой статус инвестора раннего. Все, кто инвестировали до закрытия 15 этапа, считаются, на мой взгляд, ранними инвесторами. И, в принципе, я все, я думаю, осветил по SWC. Напишите от 1 до 10, как я разжевал информацию, все ли вам понятно. Потому что это очень важно понимать. И еще раз я добавлю то, что Smart Vault, в принципе, запускается уже как один из ответов на вопрос, а что будет после 15 этапа? Будет развиваться проект, не будет развиваться проект. Вот Smart Vault – это уже ответ. Уже ответ на этот вопрос. И, на самом деле, это очень позитивный момент, так как показывает долгосрочную дорожную карту развития. Лидии, понятно, на 5. Лидия, если что-то непонятно, то напишите в чате, и в конце вебинара я обязательно еще раз объясню. На этом моменте я не буду останавливаться. По-прежнему я могу сказать, что Sky Vault Community не имеет отношения к разработке блокчейн-направления, крипто-направления, как SVG-токена, так и security-направления. Мы являемся только информатором, и я в качестве своей экспертности некой буду стараться разжевывать вот эти моменты, сложные какие-то термины на более простой язык. Но максимально простой, просто как дважды два, к сожалению, в крипто-направлении невозможно сделать, иначе это будет не соответствовать немножко реальным фактам. Давайте продолжим наш вебинар. То есть сейчас, на самом деле, продолжается то время, что, в принципе, можно и не показывать больше огромное количество информации, технических характеристик и долго объяснять о технологиях, в которые мы с вами инвестируем. Достаточно реальных аргументов, реальных статей, которых становится все больше и больше. То есть The National уже никого не удивишь, и уже ряд арабских СМИ появляется и рассказывает, рассказывает, и новые каналы подключаются, рассказывают абсолютно разным способом. То есть это проработанные, подготовленные репортажи, которые повышают рейтинг того или иного канала. А канал подключается когда? Когда информационный повод, то есть оповещение о технологии Unisky Stream Technologies интересно потребителям информационного контента и будущим пассажирам также. Потому что я не исключаю, что такая вот сейчас информационная проработка идет, так как все эти люди, кто смотрит телеканалы, они будут приобретать билеты, либо будут какие-то системы электронные, всеобъемлющие в Арабских Эмиратах. То есть это уже покажет время. Также я могу сказать, что как на территории Европы, так и на территории США, также ряд новостных изданий на территории Нигерии, конечно, Африки, появляется все больше и больше оповещений, на каких этапах сейчас находится Unisky Stream Technologies. И я могу сказать, что даже, в принципе, и российские деятели власти, и, может быть, это совпадение, может быть, нет, но из того же региона, который ранее поддерживал технологию, еще на ранних стадиях развития посетили. Также, и вот, к примеру, Сергей Еремин прокомментировал на новостных порталах поездку в Арабские Эмираты. И, ладно бы, это был бы просто комментарий, но он также разместил в Инстаграме непосредственно видео единственного в мире обросают беспилотного надземного струнного транспорта на испытательном полигоне технопарка, то есть ресуршн-девелопмент парка в Шарже, в котором развивается и тестируется технология Unisky String Technologies. А это все следует из того, что, в принципе, делегация большая мэров России в научно-исследовательском парке Шаржи побывала. И научно-исследовательский парк это показывал, анонсировал. И, конечно же, так как технология струнного транспорта занимает очень весомое место, также ряд представителей властей увидели действующие уже машины, подвижные составы компании UST. Будем с нетерпением ожидать благосклонности и проработки уже конкретных адресных проектов в России. И я, как патриот своей страны, конечно же, хочу, чтобы реализовалось это и в нашей стране далеко не в последнюю очередь. Но всему свое время. Как сказал ранее Анатолий Эдуардович, что как минимум три коммерческих проекта будут заключены в этом году. И я не хотел бы сегодня отнимать у вас по традиции слишком много времени. Не буду сегодня рассказывать про линейные города. Выделим для этого отдельный вебинар. И я приведу аналитику. Вот, как бы сказал, про искусственный интеллект. Обязательно аналитику приведу про линейные города. Ну, отчасти я рассказывал. Кстати, напишите от 1 до 10, как вам такие темы вообще, которые я освещаю. И вполне возможно, для кого-то это может стать аргументом для закрытия сделки, ну, к примеру, там на 10, на 20 тысяч долларов. Потому что это действительно такие серьезные темы. Давайте посмотрим, как вообще будет выглядеть Research and Development Center Unisky Stream Technologies через годы. И это действительно нисколько не хуже выглядит, выглядит, чем штаб-квартиры больших мировых корпораций. Apple, Google. И это научно-исследовательский центр в Шарже. Там же будет университет, там же будет обучение различных специалистов. Посмотрите, как все зелено, как все сверхэкологично. И просто кричит картинка о тренде экологичности, о тренде, который был задан на долгие годы вперед. И сейчас инвесторы со всего мира будут входить именно в этот тренд. Потому что многие инвесторы входят, где, так скажем, сейчас идет максимальный интерес со стороны государств, со стороны освоения проектов. Конечно же, экологичные компании, экологичные проекты. А тем более в совокупности с искусственным интеллектом, тем более в совокупности с обработкой больших данных. И многие-многие направления, которые будут реализовываться в логике Smart Vault, это будет просто привлекать, на мой взгляд, бешеный интерес инвесторов. А теперь давайте посмотрим на фактически, наверное, самое ожидаемое мною, когда будет построена осенью уже полноразмерная трасса для перемещения полноразмерного контейнеровоза и полного в размерах груженого контейнера. И посмотрим, насколько вообще это актуальная сфера. Я приведу немножко аналитики, чтобы вы понимали, насколько это действительно важно. И один доллар за 100 тонн на километр ни одна компания на сегодняшний день не может предоставить такие условия. И вот немножко фактов. Актуальность рынка грузовых перевозок, сроки доставки материалов. Несмотря на то, что ковид вроде как, пандемия, это гиперактуально. И с учетом того, что сроки доставки материалов, это вот по рынку США только показано. Представьте Африку, представьте Латинскую Америку, представьте страны третьего мира, где плохие дороги. Насколько там большие сроки. И даже в Америке фактически вот сроки только-только увеличиваются с годами. И, соответственно, должно что-то произойти, должна появиться технология, которая изменит навсегда рынок грузовых перевозок. Посмотрим также на производство грузовиков. И несмотря на сложности цепи поставок, несмотря на то, что уже намного сложнее сейчас получать комплектующие заводом, и если это, к примеру, электромобили или автомобили, которые используют полупроводники, то сейчас дефицит полупроводников. Но, несмотря на это, производство грузовиков восстанавливается по сравнению с доковидным временем. То есть грузовые перевозки никто не отменял. Даже то, что люди перешли на удаленную работу. Даже то, что люди меньше, к примеру, стали встречаться и, может быть, меньше потреблять в ресторанах, покупать в магазинах. Но от этого не снизилась общая потребительская активность, так как все сейчас доставляется удаленно. И та компания, которая сформирует такой большой информационный кластер, совмещенный с реальными доставками, реальными перевозками, чтобы не было вот этого обилия DoorDash. Сейчас вот тоже федеральная сеть активно растет на территории Российской Федерации. Ну, не буду называть имя, потому что компания хорошая, развиваются они хорошо. Но, тем не менее, это по сравнению с тем, куда мы с вами инвестируем, ну, несколько такой уже период динозавров. И это как период первых маков, макинтоши, по сравнению с современными планшетами, смартфонами и макинтошами уже свежих моделей. Но грузовые перевозки, они нужны и будут нужны, и ничто не изменится по этому поводу, потому что потребительская активность всегда растет. И грузовые перевозки – это раскрутка постоянной мировой экономики, активация рыночного спроса. И вы видите также, что стоимость перевозки сухих грузов достигла многолетнего максимума. И вот это вот действительно заставляет задуматься. Посмотрите на эту картинку и еще раз посмотрите вот на эту картинку. Пауза. Представьте, что компаниям, которые перевозят сухие грузы, будет дана просто беспрецедентная оптимизация их логистических расходов. И минимальная стоимость перевозки груза за тонну километра, за 100 тонн на километр, которая сейчас несравнима вообще ни с одной технологией в мире. Насколько огромный начнется спрос. И возникнет сетевой эффект. Я не говорю от слова «сетевые компании» и что-то подобное. Нет, это эффект стремительного масштабирования. Больше и больше компаний захотят перевозить грузы таким образом. Есть еще не сухие грузы, есть скоропортящиеся продукты, есть опасные продукты, легковоспламеняющиеся продукты и так далее и тому подобное. Это переместится на весь рынок грузовых перевозок. И компания Unisky Stream Technologies – это, конечно же, не только пассажирские перевозки. Это грузовые перевозки и это комплексный охват мировой логистики и мировой строящейся, создающейся с нуля сейчас инфраструктуры. Давайте посмотрим еще на одну картинку. Так, не будем ничего пропускать, потому что аналитику прямо в десятку я постарался вам подготовить, причем подойдет и иностранцам, и русскоговорящим. Актуальность рынка контейнерных перевозок. Посмотрите, насколько актуально это стало именно после пандемии. Просто гиперактуально. Но на сегодняшний день происходит затормаживание логистических цепей. И когда появится решение, когда какая-то компания озвучит, что вот действительно революционное решение, которое делает контейнерные перевозки максимально эффективными, быстрыми, дешевыми, безопасными на базе искусственного интеллекта, на базе блокчейн, на базе вообще создания информационной сети, совмещенной с транспортной и финансовой, представьте, какой взлет у этой компании может начаться. И как раз это группа компаний, которая формирует сейчас Unisky Stream Technologies. Как раз это отчасти и та логика, которая будет развиваться в логике Smart Vault. Мне очень, так скажем, не то, что нравится, я бы не сказал, что нравится, но меня очень возбудила эта картинка. И то решение, которое есть только у Unisky Stream Technologies, это, знаете, это просто ждем строительства первого грузового адресного проекта, и все, бум, сетевой эффект обеспечен, потому что актуальность рынка контейнерных перевозок всегда будет возрастать. Посмотрим еще на одну картинку. Это индекс контейнерных перевозок Китая. И посмотрите, насколько так же это все возросло резко. То есть фактически пандемия могла стать триггером для передумывания стратегии и вообще переосмысливания концепции, какой продукт выдвигать первым. И Анатолий Эдуардович, конечно же, делает ставку на контейнерные перевозки, потому что они гиперактуальны. Это показывают факты, которые я сейчас вам демонстрирую. Будут ли они расти? Конечно, они будут расти, потому что, к сожалению, сейчас уже в Британии фиксируется четвертая волна, в России третья волна. И с ковидом ситуация пока такая же абсолютно. То есть рынок контейнерных перевозок будет расти. Давайте посмотрим на высокоскоростные пассажирские перевозки. И на сегодняшний день это представляет только самолеты, только современный авиапарк. Да, была просадка большая в ковид, люди испугались, боялись, но перемещаться нужно. Бизнесы должны взаимодействовать, общаться. И также грузовые перевозки на больших скоростях все равно должны осуществляться. Поэтому произошло почти полное восстановление пассажиропотока аэропортов до ковидное время. И представьте, если появится хотя бы 500-600 км в час подвижной состав и абсолютно дешевая инфраструктура, трасса к строительству, которую можно возвести за гораздо меньше промежутки времени, чем современные железные дороги. И это абсолютно безопасный транспорт, который можно уже масштабировать на связку с другими регионами, другими странами. Представьте, что произойдет с такой компанией. Эта компания тоже так, которую мы с вами финансируем. Посмотрим еще на одну картинку. И здесь я хотел зайти с другой стороны, объяснить вам сейчас, почему люди инвестируют в крипту сейчас. Даже сейчас очень нестабильный рынок. Сейчас максимально опасно входить в крипту новичку. Лучше дождаться, что... Да, я согласен, я поддерживаю тот факт, что инвестировать нужно, когда на рынках течет кровь, но здоровье-то у нас одно, и не у всех психика выдержит таких перепадов. И то же самое происходит с рынком мусорных облигаций. Реальная доходность мусорных облигаций. А мусорные облигации – это же не просто какие-то супер плохие акции. Это акции реальных компаний с реальным продуктом. Просто они не охватывают то обилие направлений, которое компания-гигант может охватить. И сейчас реальная доходность мусорных облигаций на уровне ниже нуля. Это то время, когда нужно действительно говорить, что сейчас у инвесторов просыпается максимальный аппетит более рисковым активом. Для того, чтобы инвестировать, пускай небольшую относительно сумму, но приобрести в потенциале гораздо больше выбор, выигрыш по соотношению риск-прибыль. Потому что сейчас замедляется получение прибыли по традиционным активам, по традиционным облигациям, минимальная прибыль вообще. Поэтому сейчас компания инвестирует в крипто-направление. Но представьте, появится компания, которая объединяет и логистику, и транспорт, и блокчейн, и различные информационные направления, как бигдата, большие данные, как облачные хранения. Насколько эта компания станет интересной рисковым инвесторам, которые сейчас наблюдают, смотрят, к примеру, на мусорные облигации. Нужно просто дать информацию. Потому что сейчас самое время. Даже на 15 этапе многие люди будут говорить, до 15 этапов, ну, закроется же все равно без меня. И закроется без него, да. Но сейчас действительно интересное предложение может быть для тех, кто инвестирует именно в рисковые активы. Проанализируйте в своих странах, городах, тех людей, сообществ. Организуйте с ними встречу и покажите, на какой стадии сейчас находится компания, которую мы с вами финансируем. Предложите им продукт в логике конвертируемого займа. Не исключено, что они с вами согласятся идти дальше и развиваться в нашем проекте. И далее я хотел бы затронуть очень серьезную тему, которая меня волнует на самом деле. Я полностью из-за этого вышел с рынка IPO. И, в принципе, наверное, правильно сделал. Ну, да, что-то можно было, так скажем, больше интереса приобрести, но лучше перестраховаться. Потому что у меня действительно было ощущение, что мировую экономику будет штормить. И сегодня, буквально к концу этого месяца, балансы четырех основных центральных банков будут превышать 30 триллионов долларов. А представьте, что намного меньше, ну, примерно так округляя, в три с половиной раза меньше стоит запуск общепланетарного транспортного средства по программе Spaceway, которые также есть в дорожной карте развития группы компаний, возглавляемой Анатолием Эдуардовичем. И это направление, в отличие от пожирания и бесконечного печатания денег, будет окупаться и будет реально уже подкреплять мировую экономику. Ну, конечно же, для этого решения еще не готовы ни крупные инвесторы, ни, так скажем, вообще, в принципе, потребительский спрос. Там совершенно другие направления будут открываться, то есть и добыча с астероидов и подобные направления, и новая медицина. Это вот реально далекое будущее. Но как только будет показана технология действующая струнного транспорта, к примеру, прошло 5 лет, ряд адресных проектов уже запущен, все функционирует, возник сетевой эффект масштабируемости, огромный интерес. И заинтересуется ли компания новым направлением, которое команда сложившаяся сможет реализовать? К примеру, это будет уже там несколько тысяч человек, а не меньше тысячи человек, как сейчас. Будут ли совершены инвестиции? Естественно, упаковка и маркетинговая, и общий пиар мировой будет совершенно другой. То есть нужно смотреть наперед, нужно понимать, что сейчас происходит в мире. И вообще общий долг США не просто составил 30 триллионов долларов, а дефицит США в 2021 году, достигнет 3 триллиона долларов, и это самый большой дисбаланс за всю историю. То есть доходы меньше, доходы меньше, чем расходы. 6-8 триллионов долларов против 3-8 триллионов долларов. Меня эта статистика пугает, потому что все рынки, которые сейчас накачиваются, а я вам немножко расскажу вообще природу рынка. Интересно вообще, как в принципе, после наполнения денег, деньгами, рынков, ликвидностью, как они растекаются сверху вниз. Поставьте плюсики, кому интересно, минусы, кому не интересно. То есть это логика, как вот, знаете, фужеры из шампанского стоят, и вначале-то стоит небольшое количество, потом они все растекаются, а шампанское наливают сверху. Так вот, фондовые рынки действуют также абсолютно. То есть первыми, наиболее качественные, развитые рынки наполняются. То есть страны с рейтингом свыше BB, то есть абсолютно безопасные страны для инвестирования. И проекты те же самые, этих стран. То есть они доступны для большой массы инвесторов, включая консервативнейших институционалов, которые даже сейчас вообще ни ногой в криптоактивы не вступят, либо там в секьюрити направление. Затем наступает время Emerging Markets. То есть этот термин говорит о том, что это класс уже поуже, это просто развивающиеся рынки. И скорее речь идет о качественных, растущих рынках. То есть, например, Индонезия, например, Сингапур. И далее, ну и проекты также на этих рынках. Далее идут Frontier Markets. То есть это уже категория стран, наименее развитых, как официальный термин ООН. И интерес к этим рынкам просыпается в периодах заметного подъема более крупных сегментов. Так вот, сейчас максимально накачана мировая экономика ликвидностью, искусственной ликвидностью. И когда спрашивают у институциональных инвесторов, когда же будет рецессия, кто-то называет 2024 год, кто-то называет 2022 год. А когда, никто не знает. То есть это помпа замедленного действия. Если нет тех компаний, вот, к примеру, как IT-сектор, он реально обеспечил экономику. Потому что появились компании-гиганты, появились миллиардные компании. И они наполнили экономику, обеспечили ее, она стала устойчивой. И сейчас инвесторы именно по этой причине, по этой причине смотрят на высокорисковые активы, на различные мусорные облигации, на страны, такие как Узбекистан, Танзания и другие такие вот небольшие страны. И представьте компанию, которая может охватить все рынки и объединить все рынки. То есть где нужна технология? Нового транспорта и новой логистики. Абсолютно на всех рынках. И также по этой же логике, это мое предположение, будет развиваться рынок компании продукции Unisky Stream Technologies. То есть вначале будут мощные рынки, смотри, Арабские Эмираты, например. И Арабские Эмираты могут вообще выбиться с применением этой технологии высшее развитие стран. Вообще самое высшее, где находятся Китай и США. И также вот как адресные проекты будут развиваться, также они будут расплываться по всем категориям рынка. Вот я когда это осознал, ну мне очень вообще это все воодушевило, и с этим я готов выступать на новых конференциях, на онлайн конференциях, потому что это действительно нужно доносить. Ну нет сейчас тех компаний, которые смогут обеспечить мировую экономику. Фармацевтические компании вряд ли, хотя да, доходы сотни миллиардов долларов, но это обеспечение, так скажем, абсолютно не экологичное, во-первых, а во-вторых, конечный эффект, все равно должны появиться компании, которые могут функционировать как минимум 30, 50, а то есть 100 лет, и это потенциально та компания, в которую мы с вами инвестируем. И давайте немножко посмотрим на циклы развития, буквально сегодня я остановлюсь вкратце, то есть были у нас спикеры, которые про длинные короткие волны Кондратьева вещали, по теории Глазьева, но на самом деле это история вообще инновационных циклов развития, то есть есть первая волна, вторая волна, третья, четвертая, пятая, шестая волна, вот пятая волна была цифровая сеть, программное обеспечение и новые средства медиа, то есть появился YouTube, сейчас TikTok, вы в курсе, что TikTok компания ByteDance, вообще она занимается искусственным интеллектом, это компания, которая выиграла вообще одну из главных номинаций в логике сферы умных городов по отслеживанию ДТП в городах и каких-либо происшествий, хотя развили TikTok, медиаплатформу, сейчас развивается искусственный интеллект, искусственный интеллект, он также присутствует, роботы, дроны и чистые технологии, экологичные технологии, и вопрос, а что будет за шестым, шестым укладом, шестой волной, седьмым укладом, кто-то называет восьмым, но не факт, что-то новое, должно появиться что-то кардинально новое, и скорее всего это объединяющее старое, и не раз мы говорили, что технология компании Unisky Stream Technologies это объединяющая среда, это общая сеть мировая, транспортная, энергетическая, информационная, ну и даже на этом остановимся, логистическая, естественно, не будем добавлять как финансовая, то есть это уже как супермировая корпорация, ну, нужно говорить по факту, что сейчас действительно реализовано, будет реализовано финансовое направление, ну, можно будет говорить, и циклы сокращаются, посмотрите, внизу, 60 лет, чтобы потребовалось, чтобы первую волну, потом 55, потом 50, потом 40, потом 30, потом 25, и не исключено, что вот как раз за 25 лет, 25-30 лет понадобится для того, чтобы сформировался сетевой эффект, и сейчас я вам покажу, что это такое, чтобы не путали ни с сетевым маркетингом, ни с чем таким. Вот сетевой эффект развития интернета на основе сравнения с криптоюзерами, с криптопользователями. Вы видите, как развивался интернет с 2016 по 2030 год. И в начале вообще было небольшое количество пользователей, потом, когда технология развивалась, произошел взрывной рост, взрывной рост потребителей, взрывной рост компании, которые развивали это направление. И на самом деле вот на этой картинке также заключена логика сетевого эффекта масштабирования компании. Здесь не показаны, может быть, потребители, пассажиры, перевозки и количество контейнеров, которые будут перевозиться, но показана эта логика. То, что потенциально при развитии технологии все может развиваться по параболе. Поэтому я поздравляю тех, кто принял правильное решение инвестировать на этапе 14.1. И я привожу аргументы, я привожу убеждения себя же, то, что я инвестировал действительно в крутой проект, без слова как бы. И это проект, который может изменить не только кардинально жизнь каждого живущего на земле человека, но и рынки, причем рынки всех стран, и подкрепить серьезной основой мировую экономику. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья, поставьте от 1 до 10, может быть, какие-то комментарии, как вам аналитика, как вам аргументы, обязательно мы применим эти аргументы в системе аргументации на платформе обучения и адаптации, которую мы готовим. Кстати, обязательно следите за оповещениями на почте. Многие из вас, те, кто от статуса консультант, получат приглашение на следующий мастер-класс от Натальи, которая работала с Mercedes, которая работала с дочками транспортных больших российских компаний, которая работала с брокерскими компаниями именно в инвестиционной сфере, которая является нашим наставником, коучем именно по созданию идеальной, так скажем, системы продаж и для того, чтобы нам квантовой действительно очень серьезно вырасти. Завтра она проведет свой следующий мастер-класс, уже вторую часть, и расскажет больше 10 ошибок уже более серьезных, которые можно допустить при продаже нашего продукта. все адаптировано именно под логику SkyWorld Community, именно под предложение инвестиционного продукта, конвертируемого займа, инвестиции в Unisky Stream Technologies. Это не просто очередное обучение, мы делаем действительно очень серьезный не просто контент, а ту информацию, которая позволит вам квантово вырасти. Поэтому следите за рассылкой, я рекомендую посмотреть, посетить, потом будет рассылка для тех, кто не успел посетить, сможете записи посмотреть, будет на английском и на русском языке. Чуть позже мы будем запускать это на всех языках одновременно. Платформа также будет запущена, я не буду называть сроки, потому что не показывает незаконченную работу, но она активно развивается, и я очень доволен результатом как координатор этой платформы. Это говорит о том, что мы пришли как SkyVault Community на годы. Будут и новые продукты, и у SkyVault Community также есть своя дорожная карта развития, которую вы увидите как и на этой платформе, так и в виде отдельных видео на ресурсах SkyVault Community. Так, сейчас буквально один-два вопросы, и я буду завершать. Ну, честно говоря, сегодня нового ничего не услышал. Так, Эркин, по-моему, или это с прошлого вебинара? Да, это с прошлого вебинара. Я уже думал, Эркин снова нового сегодня не услышал. Я готовился, готовился к вебинару, а он не услышал. Так, Лидия говорит, это опечатка, он мэр Красноярска. Да, соглашусь, тем более, если вы в этом регионе проживаете. Что за вьетнамец инвестировал большую сумму? А, друзья, тут не важно, что за вьетнамец, таких людей будет становиться все больше и больше. Но доказательство, что он проинвестировал, уже, я думаю, по сети разбрелось. Даже я слышал, что в демонстрации экрана показывали, что за несколько транзакций большая сумма прошла. Коллеги, вопросы? Или настолько много информации, что вопросов нет? Давайте еще 10 секунд жду, если вопросов нет, то я завершаю. как я понимаю, вопросов нет. Ну что ж, будем рады видеть всех, кто будет присутствовать завтра на мастер-классе, потому что это действительно серьезное обучение, это то, что мы показываем сейчас в закрытой группе, но в открытую уже, и то ли еще будет на самой платформе обучения адаптации. Мы создаем будущее финансируемого. Благодарю вас. демокла в демокла и демокла в демокла Продолжение следует... هذا يمكننا من إنشاء نظام النقل على مسافة قريبة جدا من منازل الناس إضافة إلى ذلك فإن حركة الكابسولات لا تحتاج إلى طاقة كبيرة فيتشبه إلى حد كبير السكك الحديدية ومن المتوقع أن تصل سرعة القصوى للنقل داخل المدن حوالي 120 كم في الساعة ولكن يمكنه الوصول إلى 500 كم في الساعة للتنقلات بين المدن كما يمكن نقل البضائع من خلال حاويات بطاقة تصل إلى 30 طن وبسرعة تصل إلى 36 كم في الساعة بالنظر إلى ما نقوم به في إمارة الشارقة فإننا نتوقع قريبا إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع في مدن الإمارة ونحن نتطلع إلى البدء من مدينة خرفكان حيث سيكون هذا المشروع للسفر في أرجاء المدينة أما المرحلة الثانية والذي نقوم بدراسات هندسية عليه حاليا سيكون داخل مدينة الشارقة أتمنى أن أرى هذا المشروع قريبا على أرض الواقع وقد بدأت شركة يوسكاي الشركة المصنعة بعمليات البناء في مشروع القطارات الهوائية المعلقة في مرحلته التجربية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حيث تم الانتهاء من المرحلة الاختبارية الأولى من المشروع وبدأت العربات المعلقة بالعمل لمسافة قصيرة كما يجري العمل على المرحلة التالية التي ستكون ضمن مسافات أطول ليكون أول تطبيق عملي لهذا النوع من التنقل الحديث على مستوى المنطقة عبدالله الزعب قناة الغد إمارة الشارقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة